Субтитры создавал DimaTorzok Здарова! Обычные видео с котами милые или смешные? Но тут я наткнулся на дно и оно открыло мне новую категорию Странные Субтитры создавал DimaTorzok Хотя знаете, нет, оно не странное Оно пиздец какое странное Интересно, что с ним? Там типа сильный попутный ветер дует? Или асфальт очень горячий Или он из цирка сбежал Или это первый удачный побег от Куклачева Просто кот всю ночь полз по канализации и у него отнялись ноги Или он все никак после новогодних праздников отойти не может Точнее отойти-то может, но только на передних двух В общем мы вряд ли когда-нибудь узнаем причину такого поведения кота Если это вообще кот Просто я посмотрел это видео столько раз, что в какой-то момент начал видеть там стрёмного монстра с длинной шеей и без головы А голову он дома забыл Значит в школу идет Или к тебе домой Обернись! Не, ну в натуре, обернись По-любому не увидел Хе-хе-хе-хе А сейчас я покажу вам секрет укладки волос на весь день Нихуя себе в магазинах стали огнеметами торговать? Только этот хреновый какой-то, пламя слишком мелкое У этого фена три режима Холодный Горячий И Вот что бывает, если не прочесть все страницы в инструкции от корки до корки Лицензионного соглашения для вашего телефона это тоже касается Так что проверьте на всякий случай, может ваша мобила уже стол прожгла Не, ну конечно после новогодних праздников такая концентрация спирта в воздухе, что его можно поджечь Ну или вышел такой на улицу, сделал глубокий вдох И в говно Вообще просто от огня волосы быстрее высыхает И их больше мыть не надо Мало кто знает, но именно так и стартовала эстафета Олимпийского огня в России И кажется я догадываюсь, почему у них самостоятельная проверка товара Подавцы уже стремаются там что-то проверять Тушите скорее, если обгорит его никто не купит Зато с таким феном можно спокойно на концерт Рамштайн гонять Блин, в этом отделе даже монитор не работает В общем это была не проверка фена, а испытание нового средства от ожогов Что мы знаем о гусях? Что они любят портить фотографии Что они по сути утки только побольше И шея подлиннее Но в остальном они лично для меня загадка А вот этот мужик видимо знает о гусях слишком много Ну хуя ему гусь? Его ведь даже командам никаким не научишь Стоять! Махать крыльями Быть гусём Хороший мальчик Если это конечно действительно гусь Сейчас собакам такие ебанутые наряды делают Что я даже сомневаюсь Но с другой стороны гулять с реальным гусём Гораздо безопаснее чем с тем же питбуллем Вот вы бы доебались для человека Который гуляет по улице в минус 20 с гусём Вот именно! Мало ли что у него на уме К тому же мне кажется с гусём можно все-таки что-то придумать Например посылать его в магазин Правда единственное что он сможет оттуда принести это бублики Сейчас ему мужик дверь откроет Всё гусь нагулялся Ох ты А ничего что мужик его без поводка выгуливает Это вообще легально? А что если бы мои дети его на улице встретили? Хорошую хуйню нести у тебя ещё нет детей А ты блять сам с собой споришь Ну это да так то нехуй с собой спорить А что если прогуляться это последнее желание гуся Перед тем как залезть в духовку И чё ты даже не попытаешься сбежать? Ты чё ебанулся на улице морозище Давай быстрее духовку врубай Вообще конечно колоритная парочка Хозяин кстати бывший полицейский Я сразу представил комедию из 90-х В которой матерому копу дают напарники полицейского гуся Ты меня конечно бесишь Но я уверен это не помешает нам стать лучшими друзьями Чтобы про нас сняли ещё пару фильмов Иногда из калу можно сделать шоколадный мусс Тут всё зависит от восприятия Но у нас не кулинарное копры шоу Поэтому посмотрите вот это видео Лес, дорога, жигули А внутри медведь Блин чувак конечно красава Он просто перечислил всё что его окружает И получил шедевральное 5 секундное видео Лес, дорога, жигули Жаль к золотому глобусу не успел Так бы и лучшую короткометражку взял Не успел потому что жигули погорели Кстати возможно это не первая работа оператора Лес, дорога, жигули Вот прям чувствуется его особый почерк Это как у Скорсезе играет Ди Каприо Ну или у Коэнов все герои долбоёбы Или в фейк такси водитель в конце ебёт пассажирку Ну короче вы поняли Я даже не хочу разбираться почему жигули стоят посреди леса и горят Скорее всего специально привезли подожгли и сняли Просто придумать такое на ходу невозможно Человек бы снял нечто подобное Смотри короче жигули горит Вот это прикол Сейчас на ютюб залью Бомба будет Ну никак не Лес, дорога, жигули Короче такие видео одно удовольствие А сиськи два Два удовольствия Лайфхак Берём сиськи, ставим на них телефон с этим видео И получаем тройное комбо удовольствие Заебись Народ, есть небольшое объявление для вас В общем, я думаю, некоторые из вас знают то, что на Карамбе выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100-500, вот, и, короче, со следующей недели они будут выходить и на канале на ютюбе на моем, так что можете смотреть уже не там, можете смотреть здесь, а можете там, как вам удобнее будет. Вот и все, в принципе, готовьтесь. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и тогда я покажу вам один из своих шариков. Вот, я сейчас с ним играю. Ох, классно как. Шарик. И просто вот так, знаешь. Это был плюс 100-500, меня зовут Максим, пока. Ожидается ответ от банка. Он может снять 20 евро! Я не знаю! Может снять 20 евро! Надо проверить счет, нужно же копить на будущее! Не зли меня, отвечай! Может... Печатать чек? Да. Ты знаешь, что делать. Особенно что делать. Я же это зацепит. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал.